Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем изучать крупные природные районы России. Для урока приготовьте учебник Домоагацких, параграф 47-48, и атласы издательства Дрофа. Откроем атлас страницы 54-55. Повторим. Какие крупные природные регионы принято выделять на карте России? Называем вместе со мной. Первое. Арктические острова. Второе. Восточноевропейская русская равнина. Третье. Крым и Кавказ. Четвертое. Урал. Пятое. Западная Сибирь. Шестое. Средняя Сибирь. Восьмое. Северо-Восточная Сибирь. Девятое. Дальний Восток. И регион, который мы будем изучать сегодня, горы Южной Сибири. Цифра 7. Вы уже изучили два горных района России. Кавказ и Урал. Каждый из этих районов поражает своей красотой и уникальностью горных пейзажей. Чтобы понять своеобразие гор Южной Сибири, давайте совершим небольшое видео путешествие в горы Алтая. Кавказ. 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 Субтитры сделал DimaTorzok В этом уникальном регионе России Давайте же займемся его изучением Откроем физическую карту России в Атласе, страница 4.5 Назовите, пользуясь картой, горные хребты Южной Сибири Вместе со мной Алтай Западный Саян Восточный Саян Яблоновый хребет Становое Нагорье Алданское Нагорье Горы, примыкающие к Байкалу на западе Образуют при Байкале А с востока за Байкале Далее в Атласе Откроем страницу 10.11 Тектоническая карта Горный пояс вытянулся вдоль Южной окраины Сибирской платформы Определите по карте Возраст гор Южной Сибири Правильно Горы эти сформировались в геологические эпохи Байкальской, Калидонской и Герцинской складчатости То есть имеют длительную, унаследованную от древнейших эпох историю развития рельефа Обратимся к учебнику Страница 266, рисунок 210 В учебнике показана история формирования гор Началось формирование в Байкальскую складчатость Продолжилось в Калидонскую и Герцинскую После образования Горы разрушались под влиянием Процессов выветривания До Неогена В результате на месте гор возникла Приподнятая равнина В Неогене Кайнозойской эры Территория, находящаяся к северу от Гималаев Испытала мощное поднятие На месте равнин образовались горы Глыбового и складчато-глыбового строения Высотой до 3000 метров Такие горы мы называем возрожденными Тектонические движения в горах Сохранились до настоящего времени Определите по предлагаемой карте Интенсивное землетрясение в горах Южной Сибири Алтае и Саяны Один из наиболее сейсмоактивных Внутриконтинентальных регионов мира Где известно события в 7, 9 и более баллов На Алтае самое крупное землетрясение Произошло 27 сентября 2003 года В высокогорном Кошагачском районе С интенсивностью 9-10 баллов Уникальную рифтовую зону Образует озеро Байкал И примыкающая к нему территория В 1862 году При землетрясении интенсивностью 10 баллов В дельте реки Селинги Ушел под воду участок суши Площадью 200 квадратных километров С шестью улусами В которых проживало 1300 человек И образовался залив-провал Теперь это одно из самых мелких И теплых мест на Байкале Современный рельеф Русский Алтай является частью Обширной горной страны Которая простирается на сопредельные территории Казахстана, Монголии и Китая Его образуют хребты Сайлюгем, Южно-Чуйский, Северо-Чуйский и Катунский С высшей точкой Алтая и всей Сибири Горой Белухой 4506 метров Хребты Высокогории разделены Котловинами тектонического происхождения Чуйская и Курайская степи Саяна заметно ниже Алтая Западный Саян имеет максимальную отметку Козыл-Тайга 3122 метра Восточный Саян несколько выше Гора Монкус-Ордык 3491 метр В отругах Восточного Саяна В результате выветривания Образовались уникальные скалы-утесы Гранитные останцы причудливых форм Всего около 100 столбов Многие имеют собственное название Дед Перья Львиные ворота И другие Находятся они на территории Красноярского края В заповеднике Столбы При Байкале объединяет хребты Приморский Байкальский Хамордоба Барбузинский Для них характерны Высокие, крутые тектонические уступы Высокая сейсмичность региона Провоцирует обвалы, оползни, лавины и сели Центральную часть Забайкалия Занимает Витимское плоскогорье Состоящее из ряда низких и валообразных хребтов На юго-востоке его продолжает Яблоновый хребет Для низкогория Южной Сибири характерны Курумы Каменные потоки Скопление крупных глыб, залегающих в виде плаща на горных склонах Обычно выше границы леса Сползая вниз, Курумы могут образовывать так называемые каменные реки Полезные ископаемые Вернемся к тектонической карте Тектонические движения земной коры сопровождаются процессами магматизма и метаморфизма В результате этого в земной коре формируются рудные полезные ископаемые Железными рудами богаты районы Горной Шории и Хакасии Медные руды Забайкалье Крупнейшее в России месторождение Удаканское Полиметаллические руды Слоирский кряж и Алтай Золото Алтай и Забайкалье Месторождение олова Алюминиевых руд Ртути Малибдена Вольфрама Это знаменитое месторождение Шерловая гора Неметаллические полезные ископаемые Слюуды Графи Дазбест Мрамор Апатиты Южно-Сибирские котловины Кузнецкая Минусинская Тувинская Известны своими запасами каменных и бурых углей Кузнецкий каменно-угольный бассейн Занимает третье место в России по запасам угля И первое место по его добыче Также известны месторождения каменной соли В районе многочисленные термальные и минеральные источники Климат Южной Сибири Горы Юга-Сибири называют краем климатических контрастов И колыбелью рек России Почему? Открываем климатическую карту Атласа Страница 14.15 Определите, к какой климатической области Относится гора Юга-Сибири Да, это область резко континентального климата Вся горная система находится в глубине материка И континентальность климата нарастает к востоку А также по южным склонам гор На наветренных склонах гор выпадают обильные осадки Особенно много их на западных склонах Алтая 2000 мм в год Поэтому его вершины покрыты снегами и ледниками Самыми крупными в Сибири Горные вершины, покрытые снегом даже летом, называют белками Широко известны чуйские белки на Алтае И огульские белки в Саянах На восточных склонах гор и в Забайкале количество осадков уменьшается до 300-500 мм в год Распределение температуры зависит от высоты местности и формы рельефа Зимой господствует холодный воздух из Восточной Сибири Азиатский максимум Погода стоит безоблачная, солнечная, с низкими температурами Особенно холодно бывает в межгорных котловинах, в которых застаивается тяжелый воздух, стекающий с гор Температура минус 50-60 градусов Цельсия На этом фоне особенно выделяется Алтай С запада сюда проникают циклоны Облака защищают поверхность от выхолаживания Алтайские зимы отличаются от других территорий Сибири Большой мягкостью и обилием осадков Лето на большей части короткое и прохладное Однако в межгорных котловинах оно бывает обычно сухим и жарким Со средней июльской температурой плюс 20 градусов, а максимально плюс 40 градусов по Цельсию Внутренние воды В горах Южной Сибири берут свое начало крупнейшие реки России Откроем физическую карту страницы 4-5 В горах Алтая Бия и Катунь, которые сливаясь образуют опь В Саянах Большой и Малый Енисей, Кахем и Бийхем Шилка и Аргунь, истоки Амура, а также Лена и Витим Реки служат не только источником воды для бытовых и хозяйственных нужд Они используются как естественный водный и зимний ледовый путь Как постоянно возобновляемый источник гидроэнергии На Енисеи сооружены Красноярская и крупнейшая в России Саяно-Шушенская ГЭС Именно здесь, в естественных каменных воротах Саянского коридора И было изыскано место для будущей грандиозной дамбы Чтобы сдержать напор Енисейской воды Нужно было уложить в основание плотины почти 10 миллионов кубических метров бетона Это в три раза больше, чем ушло на строительство одного из американских чудес Плотины Гувера на реке Колорадо Такого количества бетона хватило бы, чтобы построить пятиполосную автостраду от Калининграда До самой дальней юго-восточной российской границы с Китаем Великая река постоянно ставила инженерам и разработчикам задачи Которые приходилось решать, что называется, с листа Чтобы обезопасить плотину от буйства Енисея в период экстремальных паводков Пришлось пробить скальный монолит Один из отрогов Саянского хребта гору Борус Так появился этот рукотворный поток Сравнимый с самыми крупными природными водопадами мира Сооружений подобных Саяно-Шушенской ГЭС в мире считанные единицы Они, как египетские пирамиды Их невозможно оценивать только с точки зрения статистики Это был гигантский вызов природе Грандиозная попытка изменить мироустройство И лишь со временем начинаешь оценивать истинные масштабы этого строительства Оно навсегда изменило характер Великой Сибирской реки И вдохнуло новую жизнь в здешние, некогда практически безлюдные берега Крупный тектонический провал на северо-востоке Алтая Занят живописным Телецким озером Телецкое озеро входит в список всемирного, культурного и природного наследия ЮНЕСКО Один из центров туризма и отдыха на Алтае Протяженность 78 километров Ширина 3 километра Содержит 40 километров кубических отличной пресной воды Озеро Байкал Озеро в азиатской части России на юге Восточной Сибири По глубине 1637 метров и объему пресной воды 23 тысячи кубических километров Байкалу принадлежит первое место в мире В нем сосредоточено около 1,5 мировых запасов пресной воды Площадь 31,5 тысяч квадратных километров Максимальная длина 636 километров Ширина 48 километров Озеро занимает тектоническую впадину Байкальской системе рифтов Окруженную горными хребтами Характерны многочисленные землетрясения И опускание участков берега и дна Флора и фауна Байкала включает около 2600 видов и разновидностей Из них около трех четвертей эндемики Байкальская нерпа, бычки, живородящая рыба голомянка и другие На озере 27 островов Крупнейший ольхон Впадает 336 рек Вытекает река Ангара Озеро включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО Высотная поясность в горах Южной Сибири Нижний высотный пояс соответствует той природной зоне, в которой расположены подножия гор В межгорных котловинах и на западных склонах Алтая расположены степи Они поднимаются по склонам гор до высоты 400-500, а на юге до 1000 метров С высотой увеличивается количество осадков и степи сменяются лесами Горная тайга из пихты, ели, кедра, сосны и лиственницы сменяются горной тундрой Гольцы Так называют в Сибири горные вершины, лишенные лесной растительности Животный мир лесного пояса богат и разнообразен Медведь, росомаха, соболь, горностай, морал, снежный барс Снежный барс – крупная пятнистая кошка, занесена в Красную книгу Домашнее задание Параграф 48 Усно ответить на вопросы к параграфу Выполнить тест Страница 280-282 Желаю успеха Спасибо за внимание Субтитры сделал DimaTorzok